Домашний матч 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 да в этом году но к сожалению у нас большая ротация составе часть футболистов такие как 8 синицын ушел в краснодар это в команду премьер-лиги валера коробкин закончится контракт и он тоже ушел в команду астана это клуб высшей лиги казахстана одна из ведущих один ведущих клубов с кем-то мы не захотели продлевать контракта кто-то ну сказать закончил контракт закончится и он перешел другой клуб где-то порядка 10 футболистов ушли из нашу самая большая потеря все-таки это вратарь синицын долго говорилось о том что он хочет перейти в локомотив он был на просмотре в этом клубе все-таки краснодар почему именно этот клуб ну это видимо все-таки синицын сам выбрал этот клуб потому что но это один из самых перспективных клубов развивающихся и там сложилась такая ситуация что он вполне может там заиграть если локомотиве вот можно быть конечно ему было тяжело там был гильерме им нужно было ждать какого-то шанса то здесь я считаю что он может на равных конкурировать с теми вратарями которые находятся сейчас краснодаре замену уже нашли вот такой потери достаточно серьезный вратарской ну нашли потеря нашли замену это пока что сезон но у нас сейчас есть три вратаря новых это пришел плотников александр из команды черноморец новороссийск бородин сергей из команды рты шомск и мы взяли молодого вратаря из нашей дублирующей состава из команды не все молодежная бородько михаил кто-то из них уже видно определились а кто будет первым номером команды я думаю у нас еще есть три тренировки до первого матча где мы определим уже кто вот выйдет именно в первый стартом матче что скажете новичках команды ну часть футболистов как бы мы просматривали того же вратаря бородина мы уже брали на сбору еще и зимой поэтому по нему мы имели информацию и в общем то сразу приняли решение что он будет заниматься с нами все нормально подпишет контракт все остальные футболисты и то же самое пашу рожков что он выступал в омске и мы как бы имели информацию по нему остальные футболисты опять же мы следили есть агенты которые у этих футболистов которые предлагали вот этих вот футболистов не так говорить и пригласив их на сбор мы внимательно за ними смотрели и часть из них подошла но в линию обороны мы пригласили двух крайних защитников это ли бампа станислав это из камаза игрок быстрый может быть не очень высокого роста но быстрый техничный я думаю что он закроет позицию может быть слева или справа то есть они он разносторонний игрок может играть слева и справа кстати станет наверно первым игроком со времен где бианка чернокожим игроком который будет играть в красную скалку за это время да но я думаю что дай бог не последний у нас есть другие планы пригласить их хоть бразильцы и аргентинцы то есть мы можем еще усилить эту позицию но я думаю цветом кожи будут не сильно будет отличаться потому что сейчас лето и все остальные загорелы погода стоит хорошие все загорелы почему ли бамба нового первых это игрок камаза это хорошая команда которая но перед нами заняла 9 место и он имел там постоянное место в стартом составе и игра достаточно хорошо потому что он быстрый техничный и любит получаться в атаку то что мы сейчас требуем от наших защитников чтобы они не только умели обороняться но и всегда есть по возможности подключались вот так и поддерживали атаки также пригласили молодого подающего надежды на взгляд опять же маргасова тимофея он воспитанник академии где но хорошо работают с футболистами и их школа в общем-то это команды которые постоянно дают игроков и команды пример лигу и команды фнл в среднюю линию сейчас принципе у нас еще здесь на просмотре есть футболисты которые находятся в красноярске но сейчас говорить о них не будем потому что контракт еще не подписан также есть и игроки которые в линию атаки усилят из других футболистов можно отметить пашу рожков который вернулся к нам из команды ирты шомск взяли в аренду и опять же из команды газовик так ажанова олега игрок атакующего плана он не нападающий чистый атакующего плана как бы из глубины но еще раз говорю что есть футболисты которые сейчас буквально мы занимаемся и возможно еще к началу сезона кто-то появится был сферы интересов енисея круг игроков может быть известных из топовых клубов российских которыми практически удалось договориться но последний момент сорвали сделки я не думаю что такие футболисты были мы живем по средствам и не можем себе позволить допустим взять или приобрести кого-то топ игрока потому что уровень зарплаты наших и этих футболистов он пока не совместим кстати финансовые проблемы еще с клубе нет нет у нас по-прежнему все хорошо ребята вовремя получают заработную плату и спокойно готовится сезону я знаю что большие сложности есть у ряда команд фнл там и у сибири были достаточно серьезные проблемы с финансовыми вливаниями в клуб и здесь и кузбасс из-за второй лиги вроде бы покидая дивизион отказался от участия в чемпионате что скажете об этом ну конечно это неприятно когда такие клубы как динамо брянск нижний новгород камаз снимаются с первенства и из-за этого страдают принципе все команды потому что неизвестно когда она будет начнется начало чемпионата начало первенства меняется учебно-тренировочные программы там потому что время сдвигается вот сейчас мы столкнулись такой проблемой что нам нужно лететь на первую выездную игру в екатеринбург и к сожалению мы не можем нормально добраться у нас нет мы не успели заказать билеты на определенный рейс на всего лишь один летает и часть футболистов или служащих персонала полетит через москову катеринбург не было возможности чартера заказать ну пока у нас нет такой возможности я думаю что на другие может быть поближе когда города мы может если тайма в томске или на уходе раз уж вы так плавно перетекли календарю чемпионата что скажете о нем все ли устраивает удобен ли вообще он ничьи ну тут я думаю нет смысла говорить удобно не веем то что есть обычно просто номера и тренеры любят сначала начинается более слабыми соперниками потом когда набрать набирает форму команды уже встречаться с более сильными трудно сказать но я скажу что первые две игры этаж и ник дома и екатеринбург на выезде конечно это очень непростые для игры это те команды которые в прошлом году шинник занял четвертое место и боролся за выход премьер-лигу екатеринбург занял в том году шестое место и эти клубы ставят задачу выйти в премьер-лигу то есть это естественно будет самое ну не самый простой не самое простое начало переноса сколько по регламенту календаря команда проведет игр в этом сезоне ну на сегодняшний день 18 команд значит мы проведем 34 игры но до сих пор вам есть сомнения по команде торпеда владимир которая но заявилась и как бы будет участвовать но пока вот нет полной ясности покинул команду нападающую от города врача и было его желание покинуть клуб или может быть клуб не хотел продлевать контракт с игроком так он в конце сезона перестал забивать нет у него был действующий контракт и он нам принадлежал в новую создать такая ситуация что он практически год не забивал и это не сам хорошим образом действовала его психологию поэтому и он пришел и попросил можно сделать такой чтобы перейти в другой клуб мы пошли ему на встречу тем более что в принципе клуб ничего и не потерял он на него получил компенсацию по кой схеме сегодня в этом году будет строиться игра енисея вы уже может быть опробовали какие-то новые схемы или будете по-прежнему сценарию играть погода проходили сборы в принципе мы искали новых футболистов и как-то варьировать какую-то тактику или схему но было на наш взгляд не целесообразно мы пришли к такой же схеме которая была в прошлом году это один врата 4 защитника 2 опорных полузащитника и там как угодно 14231 или 1424 как ему нравится кто-то из новичков уже проявил себя на поле может быть приятно удивил но приятно удивил это аллеев ази наш молодой футболист который на вышел в последние грибы с витязем и выдал очень хороший матч и забил надеюсь что также он будет играть и официальных матчах основная ставка нападения на кого будет делаться в этом сезоне знаем что алексей базана в прошлом году забивал достаточно много мячей оставил приятное впечатление у болельщиков наверное у вас кто будет в паре с ним играть нападение я тут график который сейчас есть поэтому календарю я думаю всем хватит время чтобы себя проявить ну последние вот тренировки и игры показывали что начнет на алексей базанов то есть один нападение будет но мы не говорим что он один нападение мы стараемся всем выпадок помогать то есть искание нападающие есть игрок под нападающими есть опорный пузочник куда который помогает в атаке но как вы ярко выдать и нападающие на счет база поле центрального стадиона уже готова к чемпионату или нет вот вчера вы провели тренировку и были приятно удивлены что она принципе в хорошем состоянии хорошем состоянии я думаю что будет на нем приятно играть другое дело что у нас опять же нет другого поля и нам придется на нем и играть и тренироваться не мог не спросить а евро за кого болели на этом чемпионате и кто-то может быть у тебя вас приятно впечатлил но болел это естественно за россию конечно очень обидно что она не вышла из группы и не продолжила там дальнейшие игры приятного дела команда германии но и испанцы и итальянцы финале за кого болели финал болел за испанию ожидали что такой будет крупный счет нет не думал после такого после полуфинала когда сборной италии правила очень хороший матч я думал что будет очень серьезная игра и с обоюдными шансами но так получилось что испания в общем-то достаточно легко обыграла глава рфс сергей фурсенко недавно подал отставку вот по вашему мнению то все-таки оправданный шаг правильно он сделал или стоило остаться и довести те реформы которые он задумал изначально до конца знаете трудно сказать человек принял такое решение где-то кто-то может его осуждать кто-то наоборот говорит что он сделал чисто мужской поступок так сложилось придет новый руководитель будет дальше или или вернемся к старой системе которая была или может быть продолжится реформа вы все-таки склоняетесь положительную или отрицательную сторону его реформ те которые он задумывал потому что понятно что сибирские команды и у нас условий пока нет тех под которые подстраивался чемпионат с переходом на новый календарь но если говорить чисто климатических условиях то конечно нас это не совсем для нас это не совсем подходит потому что начинать вот уже следующий мы видим вот этот сезон мы закончим здесь 23 ноября или или 17 я не помню это последняя игра а начнем 13 марта то есть это тогда время у нас еще не будет ни травы будет холодно я боюсь что и болельщиков не будет на стадионе потому что ну кто бы смотреть на в такую погоду футбол а часа времени у нас построится футбольный манеж и тогда будет можно спокойно проводить эти игры в любое время года спасибо за это интервью надеемся и несение начнет чемпионат комом я напомню сегодня моим собеседником был александр михайлов чарльз фиоров главный тренер футбольного клуба енисей увидимся большое спасибо